Существует мнение, что внешняя привлекательность для представителей сильного пола не имеет никакого значения. Однако женщины с удовольствием просматривают рейтинги самых красивых мужчин и обожают харизматичных сексуальных экранных героев. А если мужчина еще и талантлив, успешен и остроумен, его шансы стать идеалом в глазах милых дам многократно повышаются. Давайте посмотрим, кто из известных российских знаменитостей заслужил звание самого красивого мужчины России в 2022 году. Станислав Бондаренко 37-летнего Стаса Бондаренко обожают все любительницы телесериалов. Еще бы, ведь у этого красивого брюнета амплуа героя-любовника. Слава обрушилась на актера после выхода на экраны «Провинциалки». Бондаренко сыграл запоминающиеся роли в картинах «Верни мою любовь», «Во имя любви», «Одиночество», «Грех», «Капкан», «Большое небо». Многие российские зрительницы считают Станислава самым эффектным актером на нашем ТВ. Красавец тратит уйму времени на занятия фитнесом, именно поэтому у него такой впечатляющий торс. Владимир Яглыч В будущем январе Владимиру Яглычу исполнится 40 лет. Брутальный актер стал настоящей звездой картин на военную тематику. Высокорослый, крепкий, с пронзительным взглядом, Яглыч как нельзя лучше подходит для подобных проектов. Мужественный красавец очень органичен в картинах. На безымянной высоте «Солдаты», «Мы из будущего», «Ночь длиною в жизнь», «Екатерина. Взлет». Недаром в детстве Владимир мечтал стать офицером, как отец. Риналь Мухаметов История Риналя Мухаметова слегка напоминает сказку. Талантливый мальчик-провинциал поступил в театральное училище в столице Татарстана, но педагоги уговорили его ехать в Москву. Известность принесла Риналю главная роль в картине «Искупление». Сейчас Мухаметову 33 года, он много снимается и с успехом играет на сцене «Гоголь-центра». Актер не чужд экспериментов и эпатажа. Достаточно вспомнить его фотосессию для модного интернет-журнала «The Blueprint». По словам Риналя, реклама бренда мужской косметики – не вызов, а способ отыскать в себе что-то новое. Максим Матвеев В юности Максим Матвеев собирался связать жизнь с медициной, но по воле судьбы попал на сцену Саратовской консерватории, а потом окончил знаменитый МХАТ. Самая рейтинговая театральная роль Максима в пьесе «Идеальный муж». В кино красавчику Максу почти всегда достаются главные роли. Он стал любимцем россиянок всех возрастов благодаря работе в сериалах «Стиляги», «Спасибо за любовь», «Тариф новогодний», «Любит-не любит». Поклонницы отмечают, что актер, которому сейчас 40, очень похож на Брэда Пита. Павел Прилучный Слава пришла к Павлу Прилучному после выхода сериала «Мажор», а еще были «Квест», «Преступления» и многие другие. В 2012 году Павел решил исправить дефект своей внешности, лопоухость и стал еще более привлекательным и брутальным. В подростковом возрасте Павел занимался боксом и даже был кандидатом в мастера спорта. Любовь к спорту осталась на всю жизнь, совсем недавно Прилучному исполнилось 35, и он в прекрасной физической форме. Алексей Воробьев Музыкант и актер Алексей Воробьев занял 33-ю ступеньку в рейтинге 100 самых красивых лиц, оставив позади даже звезд Голливуда. Кинокарьера любимца российской публики началась с главной роли в телесериале «Мечты Алисы». Славу принесла роль в сериалах «Екатерина», «Три дня лейтенанта Кравцова», «Девчонки», а также участие в «Евровидении-2011» и многочисленных телешоу. Сегодня Алексей постоянно проживает в США, записывает альбомы, снимается в голливудских проектах. У него собственный дом в Лос-Анджелесе. Американцы, как и россияне, признают 34-летнего Алексея настоящим красавчиком. Александр Молочников Александр Молочников, самый молодой режиссер МХТ имени Чехова, сегодня живет не в России. Несколько лет назад он получил гражданство США. Алексей не скрывает, что начинать с чистого листа было тяжело, зато теперь у него все очень круто. Правда, жить приходится намного скромнее, нежели в Москве. Прославился Молочников благодаря участию в картинах «Холодный фронт», «Паук», «Мифы», «Безумие», «Содержанки» и, конечно же, Пушкин. Красавец Алексей еще очень молод, ему всего 30, как говорится, все впереди. Микаэл Арамян 30-летний Микаэл Арамян появился на свет в Ереване, а вот вырос в российской столице. Эффектный актер с типично восточной внешностью запомнился зрителям после первой же работы в кино. Это была драматическая лента «Лестница в небеса». Звезда проектов «Землетрясение», «Любовь в городе ангелов», «Новогодний экспресс» активно занимается благотворительностью, помогает инвалидам и больным детям, а еще увлекается музыкой и обожает путешествовать. Данила Козловский 37-летнего Данилу Козловского не зря называют секс-символом современного кино. Девушки просто балдеют при его появлении на экране. А ведь Данила, выросший в профессорской семье, вовсе не собирался становиться актером. Окончательный выбор он сделал только после необычайного успеха телесериала «Простые истины». Зрители оценили работу Данилы в картинах «Матильда», «Гарпастум», «Викинг». Козловского часто приглашают сниматься в рекламных роликах, особенно удалась ему реклама парфюмерного бренда. Петр Федоров Петр Федоров – личность многогранная, он известен не только как актер, но и как продюсер, сценарист, композитор и режиссер. Все ближайшие родственники Петра по мужской линии были связаны с театром или телевидением, а сам он в детстве мечтал стать художником. Лучшие свои роли Петр исполнил в фильмах «Летчик», «Сталинград», «Спутник», «Обитаемый остров», «Саранча», «Дуэлянт». В общем, карьера 40-летнего красавца складывается очень удачно. В 2019-м информационное агентство SM News назвало Петра Федорова одним из пяти самых успешных мужчин России. Кого вы считаете самым красивым? Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, если вам понравилось видео. Субтитры сделал DimaTorzok